Прыгнуть выше своей головы. В обычной жизни это поговорка предостережения от неразумных поступков, попытки решить непосильные пока задачи. Однако существует вид спорта, в котором именно такие прыжки – мечта любого спортсмена и залог хорошего результата на соревнованиях. Спортсменкам в самой младшей возрастной категории здесь всего по 10 лет. А ведь у каждой за спиной от 3 до 5 лет упорных ежедневных тренировок и стартов. Так что результат говорит сам за себя. Хотя юные спортсменки ничего особенного в том, чтобы преодолеть планку на высоте своего роста не видят. Бабочки в животе. Ну ничего, это не страшно. Главное – собраться. И все. И все получится. И такой результат мечтал показать, наверное, каждый участник соревнований «Точка отрыва», прошедших в Ирбите в минувшие выходные. За 15 лет своего существования этот турнир повысил свой статус с городского до открытого областного. Так что в этом году в Ирбите больше 190 легкоатлетов собралось не только со всей Свердловской области. Были и те, кто приехал на соревнования из других регионов, преодолев для этого более 850 километров. Ну, во-первых, здесь вот супермладший возрастной возраст. Ну, возрастная группа супермладший, 13-ти младше. У меня много таких вот малышей. Им тоже надо учиться, ездить, соревноваться. Не в своей каше вариться, а в другие города ездить. Поэтому малышей привезли, конечно. Потому что у старшей же полно других соревнований. А у малышей вот мало соревнований. Поэтому нас привлекает взрослая группа, нас привлекает гостеприимство. Да, нас всегда здесь хорошо встречают. Ну и мы как-то без призов никогда не уезжаем. Очень высокий. Да, я бы сказал, не ниже, чем на чемпионате России в Сочи, на шиповке юных. Не ниже. Ну, а результаты только подтвердили высокий уровень подготовки участников турнира. Так в одной из категории наш Илья Боярников не просто победил. Он воспользовался возможностью установить свой новый личный рекорд и стать лучшим высотником среди сверстников в этом сезоне на общероссийском уровне. Турнир не только для высотников. Как правило, во второй его день на старт выходят уже прыгуны в длину. И здесь конкуренция ничуть не меньше. Допустим, мои высотники прыгают только в высоту. По желанию, конечно, могут и в длину прыгать. А вот, к примеру, спортсмены из города Алапаевск, они к нам приедут прыгать только в длину, и с ними мы встретимся завтра. Есть такие, которые специализируются в таком виде легкой атлетики, как многоборье. Многоборье – это и бег, и прыжки, и метание. Соответственно, эти спортсмены универсальны, и они могут сегодня попрыгать в высоту, завтра в длину, и плюсом еще и выиграть, есть соревнования в каждом этом виде.